друзья всех приветствую на предпоследний торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канала маркет с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента разумеется вам в помощь чтобы было больше информации необходимой для принятия конкретных торговых решений ну что ж текущая торговая сессия наконец-таки мы дождались первое значимое фундаментальное событие недели это заседание европейского центрального банка если ориентироваться на московское время сегодня в 14 45 по москве и цб опубликует решение по ставкам ставки по депозитам ставки рефинансирования ключевой процентной ставки и спустя 45 минут после этого состоится пресс-конференция руководство и цб где конечно же выступит кристин лагард и уточнить перспективы европейской монетарной политики за евро друзья мы следим очень давно сейчас котировки по паре евро доллара 1 07 29 вчера я подсветил что мы обсудим разумеется то что может произойти с евро непосредственно перед самим событием это так вот основной сценарий который предполагает будущее движение евро с учетом тех изменений монетарной политики которые могут произойти какое решение примет европейский центральный банк друзья вы должны понимать что а в текущих условиях европейский регулятор вряд ли может повысить процентную ставку но по крайней мере не сейчас потому что еще продолжает действовать программа количественного на смягчения на одном из последних брифингов возможно касался темы аналогии что одновременное повышение процентной ставки с действием программа количественного смягчения это равносильно одновременному нажатию на педаль тормоза и газа какого-либо эффекта значимого положительного для экономики в таком случае не будет и прежде чем европейский центральный банк все-таки начнет бороться с высокой инфляцией через более высокие процентные ставки ему необходимо свернуть программу количественного смягчения вот как раз мой сценарий того какие решения будут приняты сегодня от европейского центрального банка мы услышим о завершении программы количественного смягчения и соответственно этот комментарий можно будет даже после него поставить такой своеобразный знак равно это будет означать то что уже в июле европейский центральный банк с полным правом сможет начать повышение процентной ставки возможно сразу на 50 базисных пунктов или на 0 25 плюс еще 0 25 в сентябре соответственно ставка вот выйдет с отрицательной территории и кажется в районе нулевой отметки это то что допускала три недели назад кристин лагард вы помните когда европейская валюта сначала снижалась потом восстановилась больше чем на 400 пунктов как раз на вот этих вот заявлениях что европейский центральный банк готов последовать за другими центральным банками тоже начать ужесточение монетарной политики но здесь фишка заключается в том что все те решения которые могли бы быть приняты европейским центральным банком нас уже к ним подготовили и вы наверняка знаете такие параллели что очень часто на рынках все заранее закладывается в курсы в котировке я ожидаю сегодня безусловно всплеск волатильности по паре евро доллар и допускаю карта что европейская валюта со текущих уровней 107 30 может легко восстановиться до диапазона 108 108 50 и вот этот диапазон я рекомендую вам рассмотреть подключить технику если вы ей увлекаетесь если вам нравятся какие-то индикаторы чтобы совпало сразу для вас большее количество вводных потому что чем больше причине аргументов для открытия конкретной торговой позиции и сделки тем более уверенными вы будете себя чувствовать с точки зрения фундаментального фона мне кажется это сделка более чем органичный поэтому я тоже буду ловить пару евро доллар как раз вот в этом указанном диапазоне в расчете на дальнейшее снижение потому что практически уверен что сегодня европейский центральный банк вряд ли сможет удивить рынок настолько чтобы покупатели сломя голову стали скупать евро и тащить там дуэт активов евро против доллара к сопротивлению 110 и не забывайте друзья что очень быстро истафету вот этой монетарной решительности европейский центральный банк передаст фид резерву потому что уже следующая среда это итоги двухдневного заседания американского регулятора и там вот уже фрс точно разгуляется с решениями ужесточение уже американской национальной монетарной политики что приведет к укреплению курса американского доллара по другим финансовым активом напоминаю что мы продолжаем следить еще до среды за риском делая оставку на локальное восстановление австралийца канадца по канадцу совсем прям очень гладкая сейчас история учитывая что цены на нефть бренды WTI обновляют локальные даже многомесячные максимумы что оказывает поддержку разумеется канадскому доллару цели по австралийцу по канадцу даже по американскому фондовому рынку я бы сначала на прошлых брифингах сегодня я останавливаться на них не буду хочу обратить ваше внимание еще на один дуэт активов это пара доллар японская иена которая сейчас чуть ниже отметки 134 иены за доллар кто-то в комментариях вот неоднократно писал коснуться этой валютной пары и объясните происходящее друзья все очень просто пара доллар иена это тот самый инструмент который позволяет сейчас в идеальным в идеальных условиях отрабатывать такое понятие как контраст монетарных политик или часто говорят дифференциал процентных ставок и доходности облигаций американских и японских потому что как раз мы говорим о национальных валютах сейчас сша и японии по поводу действий федрезерва мы все прекрасно знаем их план их намерение повышать ставку бороться с инфляцией потому что других инструментов нету и американский регулятор уже начал ужесточать монетарную политику что привело к укреплению курса американского доллара и толкнула вверх доходности американских трежерис американский трежерис десятилетний облигаций сейчас по доходности находится на уровне 3 с небольшим процентом а теперь давайте посмотрим на то что происходит в японии японский регулятор отказывается от того чтобы повышать процентную ставку более того японский регулятор один из буквально нескольких центральных банков в мире которые продолжают проводить и экономическое стимулирование и сохраняет программу количественного смягчения но уж точно японские регулятор превосходят все прочие центральные банки потому что программа количественного смягчения в японии она фактически не ограничено банки японии защищает уровень подоходности национальных облигаций на отметке 0,25%. Это значит, друзья, что как только доходность японских облигаций начинает превышать этот уровень, банк Японии активно скупает облигации и тем самым создает искусственный спрос, который возвращает облигации к более низким значениям, в данном случае ниже уровня 0,25. Поэтому давайте представим сейчас своеобразные весы, где будут с одной стороны американские облигации с доходностью в 3%, а с другой стороны японские бумаги, где доходность 0,25. То есть в 12 раз, друзья, ниже. И с позиции экономической целесообразности, будучи вы инвесторами, как вы думаете, это риторический вопрос, но в какие бумаги вы стали бы инвестировать? Соответственно, выбор в пользу американских бумаг это приток ликвидности в США, обмен долларов на эти самые американские облигации, а спрос на доллар это фактор, который сейчас создает отличные условия, прежде всего для роста американца, а не японской иены. Были опасения, что на фоне обвала японской валюты Банк Японии может провести валютные интервенции. Но эти опасения сейчас развеяны, потому что в ходе заседания, последнего заседания Банка Японии, руководство японского регулятора ясно дало понять, что валютные интервенции проводиться не будут. И Банк Японии даже не думает о том, чтобы в текущих условиях ужесточить монетарную политику, потому что для Банка Японии в приоритете не борьба с инфляцией, а поддержание экономического роста. И в сухом остатке у нас получается, что Япония, и в данном случае японская валюта, это главная жертва расхождения доходности облигаций. И поскольку контраст в монетарных политиках Банка Японии и Федеризерва сохраняется, только одна дорога у этого дуэта активов, это движение выше. Многие считают, что цели 138-140 йен – это вполне реальный ориентир. Я рекомендую вам тоже присмотреться к таким ценовым значениям. И еще рынок нефти – 124 доллара за баррель. Причин поддержки очень много. Повышенный спрос в США в свете старта сезона автомобильных поездок, санкции, которые провоцируют опасения за сокращение поставок из России, и это усугубляет ситуацию с кризисом. Это предложение. И Китай. Смягчение ковидных ограничений и последующее восстановление экономической активности. Есть на чем расти, нефть и растет, как мы с вами ожидали. Золото – 1855 долларов за тройкунцию. Два дня, друзья, у нас, чтобы пара сделала цель 1890. И козырь, который у нас еще остался, это завтрашний отчет по инфляции, который точно превысит ожидания. Я очень рассчитываю на то, что он станет поддержкой для нашей длинной идеи по золоту и отправит этот инструмент к обозначенной ранее цели. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!